Пророк Шмуэль Сама крепость, она примерно 13-12 века Времен крестоносцев А Раскопки здесь датируются Еще временами Когда евреи ходили на Реголим Очень актуально в связи с Шивотом Дело в том, что у евреев, мы же знаем Есть три праздника, когда нужно Ходить в Иерушалай Всему еврейскому народу нужно идти В Иерушалай Дабы показаться Всевышнему Там Регель это в принципе Нога, то есть нужно ножками Можно и на лошади Пойти и Прийти в Иерушалай, принести Жертву Жертву всесожжения Которая называется Видение А также Мирную жертву, которая называлась Хагига Праздничная И обязательно прийти в храм И обязательно радоваться И обязательно вместе с этой жертвой Нужно было переночевать ночь В Иерушалай Нельзя было принести жертву, развернуться И сразу же на следующем автобусе домой Нет Нужно было обязательно остаться в Иерушалай Так вот, где останавливались Эти люди, которые шли в Иерушалай Даже было, так сказать, как бы Всенародное такое движение Весь народ поднимается Всем одновременно нужно прийти в Иерушалай И вот это место Вот эта гора Рамот Или Раматайм, как мы говорили Вот это место Была последняя станция перед Иерусалимом Это сейчас Это в двух шагах В километре от Рамота От края города А раньше до центра Иерушалайма Нужно было еще пешочком, так сказать Дойти часов несколько Думаю, как минимум Ну, скорее всего, примерно день пути Здесь было еще отсюда до Иерушалайма Если идти пешком Еще с маленькими детьми Еще и со скотовом Который нужно было принести в жертву То есть это был целый день пути Так вот здесь было место Где евреи останавливались на стоянку Перед тем, как прийти в Иерушалайм И вот археологи говорят Что они находят здесь место Где были резервуары воды Где были водосборники, каналы То есть на самом деле Можно оказаться вот здесь вот у пророка И понять, каким образом Именно евреи приходили В те древние времена В те давние времена, когда храм еще стоял здесь И по дороге Иерушалайм Можно было остановиться У могилы пророка Шмуэля И дальше продолжить свой путь Иерушалайм Мы сейчас снимаем Отверстие в крыше Это был явный водосборник Да, вот здесь вот Вода стекала И попадала Смотрите Сзади под нами Мы сейчас это снимем Сзади под нами Там есть Хлев И стоянка для Конюшни для лошадей С поилкой Да То есть вот это было Явное место Так они и пишут археологи Для того, чтобы Те, кто останавливались На Регель Да Когда шли в Иерушалайм Чтобы они могли здесь Сделать свой привал Перед Тем, как Подняться в Иерушалайм Вот Это общий вид Ну попробуем сейчас Сделать общий вид Если солнышко не будет светить в камеру И попробуйте поймать Вот А вот это вы сейчас видите Само здание Кевер Шмуэлянави Могила пророка Шмуэля Там сейчас идет халака Стригут мальчика Может быть мы Туда попадем А может быть и нет Но Здание, как мы уже сказали Оно было построено Во времена хрестоносцев И достроено Во времена атаманской империи С тех пор Ремонт прошел этим летом Посмотрим, что там Отремонтировали Ну вот это мы спустились вниз И вот кормушка Для скота Она же и Шукат Это Как по-русски будет Поилка или Как называется это Место, куда заливали Воду для скота Воду для скота Вот здесь Вот это Шукат А вот здесь Туда труба Или канавы Там виды сверху Она идет Здесь она Здесь она закрыта Ее кто-то закупорил Это отверстие Я думаю, что причина С тем, что они просто не хотят Чтобы вот этот вот Этот вот осток Использовался Потому что Не знаю почему Ну вот Такая вот Реальность Для тех Кто жил На этом месте Тысячи лет назад Спасибо Спасибо